Приветствую всех, друзья! Продолжаем говорить о новостях и сегодня в выпуске. Хабиб и Тони Ферриксон решились в запасной арены. Дану Уайт в поиске место проведения боя. Словакия НЛИ после поражения Чарльзу Оливейра и многое другое. Всем приятного просмотра, и мы начинаем. А начнем мы с недавнего турнира UFC в Бразилии, который первый пострадал от вируса, и, наверное, впервые в истории UFC турнир проходил без зрителей. Тем не менее, на этом турнире прошло немало крутых боев. Меня очень сильно порадовал Никита Крылов, которому не давали шансы ни букмекера, ни многих фанатов в бою с Джонни Уокером, который когда-то считался угрозой для Джонса. Но Крылов выбрал из себя очень грамотный план на бой и протестировал борьбу Уокера, которая оказалась гораздо хуже нашего бойца. Как итог, победа единогласным решением. Ну и, конечно, хотелось бы остановиться на главном поединке вечера, где лучший легковес, по мнению самого же бойца Кевина Ли, встретился с набирающими оборотами Чарльзом Оливейром. Бразилец без лишних слов доказал, что является, ну если не самым лучшим легковесом, то джинсером точно, удушив Кевина Ли гильотиной. После боя боец прокомментировал свое поражение. Соперник взял меня на удушающий. Не знаю, что еще добавить. Бой шел хорошо. Просто я попался на удушающий. Первые два раунда мне казалось, что я придерживаюсь плана, но перед третьим я сел в своем углу и сказал тренерам, что собираюсь изменить план. Я глядываясь назад, я понимаю, что это было неправильное решение. Я хотел полностью контролировать поединок, а не просто плыть по течению. И в итоге я сам себя загнал в гильотину. Я считаю, что легкий дивизион – это по-прежнему мой дом. Знаете, мне просто нужно разобраться с некоторыми нюансами. И я возьму перерыв для того, чтобы этим заняться. Думаю, я поспешил, приняв этот бой. Сейчас я, скорее всего, пропаду на долгий срок. Вы, наверное, не увидите меня в октагоне в ближайшие несколько лет или около того, рассказал Кевин Ли. Тем самым боец становится, пожалуй, самым нестабильным в топах, который может выиграть очень серьезного оппонента, создавая отличные впечатления, а потом отлететь от другого бойца. Пишите в комментариях, что будет дальше для Кевина Ли, а также с кем бы вы хотели увидеть следующий бой Чарльза Оливейра. Ну а мы двигаемся дальше и переходим к самой тревожной новости последних дней. Это бой Хабиба и Тони Фергюсона, который все еще держится на плаву, но снова приходят новости о том, что он испытывает очередные проблемы. Многие знают, что турнир был перенесен в Лас-Вегас, на запасную арену, которую недавно сама организация построила для своих шоу. Но буквально недавно в Лас-Вегасе отменили абсолютно все спортивные мероприятия до 25 марта, и совсем скоро они продлят этот срок. Так что турниры, которые были перенесены с других мест, теперь потеряли и новое место проведения. Для босса UFC сейчас появилось много работы, и, как всегда, Дану Уайт пытается разрулить эту ситуацию. Сразу после турнира в Бразилии он выступил с реакцией и заявлением. «У нас есть пара возможных арен для этого боя, в том числе и в Неваде. После новости из Невады мы ищем другую арену. К 10 часам утра завтра, надеюсь, у меня должно быть два возможных места проведения. Бой состоится, турнир в силе. Фанатам я хочу сказать, чтобы не волновались. Бой состоится. Я 20 лет в бизнесе, такое случается каждую неделю. Правда, не в подобном масштабе, но мы умеем работать в таких ситуациях», рассказал Уайт. В свою очередь бойцы продолжают готовиться, пока даже не собираются думать о том, что с поединком что-то может произойти. «Я вообще не понимаю, что происходит за пределами зала. У меня такая же информация, как и у всех. Я в зале, и я готовлюсь. Что будет дальше, никто не знает», — написал Хабиб в Инстаграме. «Знаете, уже и правда начинает казаться, что на этом поединке стоит какое-то проклятие. Но не может ведь быть столько различных совпадений. Но, как сказал Дану Уайт, насчет самого боя можно не волноваться, поэтому ждем, конечно, когда объявят новое место проведения. Я обязательно буду держать вас в курсе событий, поэтому обязательно жмите колокольчик на канале, чтобы не пропустить самые важные новости. А на этом я хочу сказать спасибо всем тем, кто досмотрел этот выпуск до конца. Пишите в комментарии ваши мысли по поводу всей этой ситуации, а также подписывайтесь на мой канал, если вы вдруг все еще не подписаны. Всем пока!